Многие из нас видели мультфильм, где человек в белом одеянии и челме достает дудку и из ящика или мешка появляется кобра. Кто-то видел это вживую, но в обоих случаях создается иллюзия, что змея действительно танцует. Давайте узнаем, в чем же тут секрет. Я сам около трех лет проработал в цирке и не раз видел, как дрессируют экзотических животных. И нового здесь ничего не придумали. С давних времен животных дрессируют методом кнута и пряника. Слава богу, что я видел дрессуру только с пряником. Когда прямо во время представления кормили животное вкусняшками после очередного трюка. Все змеи глухие, и это факт. При этом у большинства змей очень чуткое обоняние и хорошее зрение. Своим раздвоенным языком она ощущает всю отставку вокруг. К сожалению, кобры дрессируют методом кнута. С раннего возраста ядовитых змей бьют слегка по голове и телу той самой дудкой. Со временем змея привыкает и начинает бояться этот музыкальный инструмент. На самом деле, кобра не танцует. Она следит за дудочкой и боится, чтобы ее не ударили. Те, кто был на популярных курортах Индии и Таиланда и видели вживую, как играют с ядовитыми змеями, замечали, что почти у всех дрессировщиков змей на лице большие темные очки. Делается это в качестве защиты от плюющей кобры. Некоторые кобры могут плевать ядом, при этом целятся прямо в глаза. Кроме этого, у заклинателей перетянуты руки веревками, что тоже защита. В случае укуса яд быстро не распространяется по организму и человеку успевают оказать помощь. Вот именно по этой причине складывается такое ощущение, что кобры танцуют. Если вы когда-нибудь видели танцующих кобры вживую, то обязательно поделитесь этим в комментариях. А вы берегите себя и обязательно подпишитесь на канал. Этим вы очень сильно мне поможете. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok